Доброго времени суток, дамы и господа! С вами Прио, и сегодня поговорим на довольно-таки интересную тему, а именно, обсудим различные нововведения в Shadowlands. Не те нововведения, которые сделали именно сами разработчики, а те нововведения, которые хочется видеть. В Warcraft я играю очень давно. 10 лет наиграно в World of Warcraft, очень много наиграно на Войне, на ДК, в принципе, игрового времени. До кучи просто. В Shadowlands активно играю, делаю максимальные еженедельные активности. Имею 200 RBG, full 15, 6 из 10 мифик прогресс, почти семерочка. И много-много всего уже было увидено, в принципе, в Shadowlands. И опираясь на какие-либо различные аддоны, можно сделать некоторые выводы, и можно сделать некоторые предложения насчет текущего геймплея. То есть, есть некоторые пробелы в плане, в принципе, текущей игры, и хочется их как-то ликвидировать. Да, мы не находимся в отделе разработки, в отделе тестирования. Все грустно в этом плане. Но, быть может, этот видосик просто-напросто даст толчок и уйдет куда-то выше, скажем так, в отдел разработки. Быть может, его там увидят, быть может, что-то исправят насчет этого. Все-таки нужно же на что-то надеяться. Как говорится, знаете, делаем молитву, чтобы она была услышана чуточку выше. Давайте начнем. Я сделал небольшой документик, и, собственно, в нем абсолютно все расписал. Собственно, вот он, этот документик. Имеются в нем различные главы, и в каждой главе имеются некоторые проблемы, и, само собой, способы их решения. Я долго думал об этом, и все же много-много интересного придумал. Начнем же. Собственно, в первой главе хочется рассмотреть Таргаст и Утробу. Таргаст имеет проблемы, Утроба имеет проблемы. То есть, как бы вы не думали, что в Утробе все хорошо и в Таргасте, нет, все очень плохо. Есть некоторые моменты, которые реально хочется исправить. Начнем с Утробы. Собственно, хочется, чтобы произошло изменение предмета фрагмент освобожденной реальности. Фрагмент освобожденной реальности это предмет, который покупается, по-моему, при превознесении у Винари. Суть его такова то, что вы тратите 1900 стиги, покупаете этот фрагмент, и так как он является уникальным, вы можете купить его только в количестве одной штучки. Использование находит улучшение для одного из проводников с самым низким уровнем среди тех, что у вас есть. То есть, вы покупаете предмет за 1900 стиги, вы летите в Ковенант, тратите на это время, изучаете, юзаете этот фрагмент, и таким образом вы изучаете проводничок. При условии, если у вас извлечены абсолютно все проводнички, то вы изучаете новый ранг к имеющемуся проводничку. И чтобы усилить все-все-все проводнички с 200-го до 213-го этом левела, вам нужно, ну, очень-очень много раз просто-напросто летать. Первое решение, которое я предлагаю, убрать надпись уникальный. То есть, у вас, например, много стиги, вы хотите улучшить проводнички, и с целью того, чтобы не тратить много времени, вы просто закупаете максимальное количество этих фрагментов и летите в свой Ковенант, юзаете их. Все на этом. Либо просто-напросто переработать этот итем на улучшение выбранного проводника, ну и, само собой, увеличить стоимость с 1900 до примерно 10 тысяч стиги. Это будет лучше, потому что, например, я не играю в Блади, я не играю во Фрасте, зачем мне апать проводнички на них? Ну, серьезно, я таргет на апну, на Анхолика, и все. Далее, второй пункт, это новые ивенты в Утробе. Если что, это карта Загонов. Загоны, это, ну, такой хороший островок, в принципе, по масштабу своему. Что мы имеем? Мы имеем 4-х рарников и 3-х микро-рарников. Также там иногда спаунятся события, которые мы чистим раз, там, в 3-4 дня, и то не обязательно. Иногда прокает Дейлик. Ну, это мало. Решение. В 9-1 утроба должна усилиться, и в ней должны быть новинки. Загоны выглядят очень пустыми. Ну, серьезно. Типа, вы зашли, сделали Дейлики, вышли, все. Ну, как-то локация изначально иначе планировалась. Усиление торгаста. Его недавно нерфили в пользу тех игроков, которые просто-напросто наныли. Торгаст на текущий момент, это легкая прогулка. В группе особенно. Решение. Усилить торгаст для группового прохождения любого формата, начиная от 2 до 5 человек. Для соло усилить, ну, на чуть-чуть, на процентов 10-20. Вы апните 220-й эквип, вы поймете, насколько он легкий. Далее. Разнообразность в торгасте. Нужны новые силы аниме, например, на призыв до Пурдалака у Анхоли ДК. Также новые аффиксы, то есть те дебафы, которые мы получаем при прохождении торгаста в любом режиме. В тот момент, когда мы заходим в торгаст, извилистые коридоры, там, например, мы получаем какие-либо дебафчики. Эти дебафчики увеличивают там получаемый физдэмэдж, магический дэмэдж, увеличивают хп у мобов и все такое прочее. Их мало в целом. Суть вот в чем. Можно пересчитать по пальцам двух рук. Хочется видеть новенькое. Все-таки типа торгаст позиционировался как основной контент дополнения, но очень грустно то, что в текущий момент мы мало времени ему уделяем. Пятый завершающий пункт — это твинки в торгасте. Собственно, решение очень простое. Добавить твинкам доступ в восьмой ярус, если он пройден на основном персонаже. То есть если мы имеем прогресс и мы можем на основном персонаже идти в восьмой ярус, то почему мы не можем идти на твинке? Зачем я твинком должен опять идти первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой ярус тратить свое время? Я хочу идти сразу в восьмой. Ну типа серьезно. Очень много времени на это тратится. Но это единожды делается. Прохождение такое, но все же. Следующий пункт, я его выделил как общая. Различные общие моменты, которые просто-напросто будут неплохо влиять на игру. Ускорение перемещения по открытому миру. Решение — добавить свисток, который был в легион, в бфа. Я отыграл фулл легион, я отыграл фулл бфа, я играл четыре года в эти дополнения суммарно. И я юзал свисток постоянно до тех моментов, когда появились полеты. Сейчас в Shadowlands его нету. Почему? Вопрос хороший. Ну то есть просто добавить свисток — это очень легко. Далее, второй пункт. Достижение на 20% мувспида. Решение. Добавить достижение первопроходят в Shadowlands часть 1, как в легион и в бфа. Дополнение на три месяца, ачивы до сих пор нет. Кстати, не три, а два. Я что-то пересчитался маленько. Припатч, наверное, посчитал. Но ачивы-то нету. То есть нету ачивы на первопроходца вообще в принципе. Мы не получаем повышенную скорость передвижения, мы ничего не получаем. Судьба полетов неизвестна и все такое прочее. Раньше, то есть вы лутали первопроходец часть 1 и имели уже 20% усиленной скорости передвижения на маунте. Сейчас этого нет. Печалька. Далее. Третий пункт. Но он выходит, можно сказать, в PvP, в PvE, в одевание. Но это общий момент, я считаю. Разделение PvP вещей и PvE вещей. Рассмотрим внимательно давайте вещицу в Дреноре, которая у нас была. Вещица 620-го итом-левела, но в боях с другими игроками уровень предмета повышается до 675-го. Круто? Круто. Решение, что я предлагаю. Повышенный итом-левел PvP вещей, как в Дреноре. И введение PvP силы плюс PvP устойчивости, как в катаклизме. Ну, можно на самом деле что-то одно из этого. Как-то так. То есть, что у нас в текущий момент, в принципе, вообще происходит? Люди одеваются в PvP-шмод, покупают его за завоевание, потом апают рейтинг, 200-2400, апают свои вещицы до 226-го итом-левела. Окей, апают не все, но смотрите, это очень большой импакт в PvE вообще, в принципе, одевания. Человек, имея на себе 226-ю вещицу, может трейдить эту вещицу, если она ему выпадет с рейда. Таким образом, рейд суммарно одевается быстрее. Ну, то есть, такого быть не должно, типа, PvP-вещи слишком сильны на текущий момент. Далее. Четвертый пункт. Очень простой. Это делается, ну, просто, я не знаю, там, две кнопки кликнуть в программном коду, коде. Смена проводников. Решение. Дать игрокам возможность смены проводников в зоне отдыха, как на текущий момент меняются таланты. Ну, серьезно. Чтобы поменять проводник под определенный кой-либо бой, под определенный кой-либо данж, если я этого хочу, мне нужно лететь в оплот. Это слишком долго. Не у всех имеется транспортная сеть третьего уровня. Ну, серьезно. Пятый пункт. Ну, это уже старый контент. Но, все-таки, это мне пришло в голову. Было бы неплохо, если это сделали для тех людей, которые фармят плечи, маунта. Ускорение прохождения рейда осады Аргримара. Я не знаю, правильно я написал или нет. Решение добавления скипа к ластовому кварталу. То есть, вы заходите в осаду Аргримара, говорите с мопчиком, и идете, убиваете черноплавца, трофеи, тока, там, флакси, ласта. Ну, как вариант. Либо только черноплавца, флакси, ну и ласта. То есть, что-нибудь такое хотелось бы видеть. Изменение иконок некоторых предметов. Ну, у меня вчера просто выгорела жопа. Я увидел припасы перерожденных, я увидел ульдумский значок. И, ну, мне это не нравится. Я в новом контенте нахожусь, я не хочу видеть старые иконки. Решение исправления иконки сундука перерожденных на иную. Ну, серьезно. Это не сундук перерожденных, это ульдумский сундук. На первый взгляд может показаться. Седьмой пункт. Добавление соло-испытаний. Решение. Добавить арену-испытаний версии 2.0. И башню магов версии 2.0. В бфа у нас ничего такого не было. В принципе, хочется видеть шейли. Восьмой пункт. Настройка цветовой гаммы. Решение. Уменьшение в рейдах анимаций от ковенантов, спылов. В пользу видимости костов босса. Косты босса это просто что-то мелкое и незаметное. Анимации ковенантов, спылов у многих классов просто сияют и светятся. Можно перенастроить эту гамму и все будет замечательно. ПВЕ. Наша любимая ПВЕ. Первый пункт. Повышение итем-левела с ключей 15 уровня. Решение. Измените левел с 210 до 216. Перед вами таблица с лутом за 12, 13, 14, 15 ключик. И собственно за рейдики. С героев рейда мы получаем 213 вещицы. Да, их падает мало, но они падают. С пятнашек максимальные ключи это пятнашка. Мы лутаем 210 вещи. Балансно? Да нет, вообще ни черта не балансно. Хочется видеть больше итем-левел с 15 ключей. Второй пункт. Он был бы наверное актуален до сегодняшнего дня. Я просто расскажу, что сегодня произошло 26 января. Но все же. Усиление взаимодействия ковенантов в подземелье. Решение. Увеличение на 2 или на 5% ДПС. Уменьшение 2 или 5% входящего дэмэджа. Получаем вы имеете ввиду. И увеличение на 2 или на 5% КПСа при прохождении подземелья своего ковенанта. Ну то есть например винтир в чертогах и катакомбах будет чувствовать себя лучше. Некролорд в каскадах и театре. Сегодня просто занерфили очень много донжей. И наверное этот пункт не особо актуален. Но это было бы прикольно. Как минимум. То есть 5% это много. 2% это нормально. Ну типа компания Близзард же апает например Фрост ДК на 2%. Который пользуется двуручкой. Ну и тут вот например просто апнуть на 2% было бы неплохо. Далее третий пункт. Пожалуй согласятся вообще все абсолютно кто посмотрит этот видос. Повышение количества вещей с рейда с убитого босса. Вместо трех вещей будет падать 4. С предласта и ласта 5. Ну 5 может быть много. 4-5. То есть некий рандом быть может. Или просто 4. То есть можно подумать да например. Было бы неплохо. Далее. Четвертый пункт. Увеличение ПВЕ вещей. Увеличение в плане количества. Решение. Введение ПВЕ валюты. Например очки доблести которые были в катаклизм. Подобные текущим очкам завоевания. Какого черта ПВПшники могут себе покупать вещи. Я хочу такое же для ПВЕ. В чем проблема ввести такие же очки доблести. Я буду таргетно покупать слот определенный. Пушку, триньки. Почему бы и нет. Ну серьезно. Далее пятый пункт. Больше аниме. Аниме никогда не повредит. Это факт. Решение. Увеличение количества аниме с мифик плюс и рейдов. То есть например вместо 35 за пройденный мифик плюс или за убитого босса мы получаем соточку. А также добавление аниме в сундуках за призывы. Призывы это новые сундуки которые вы делаете как и раньше. То что там по локалкам собственно было. Но теперь это называется призывы. И открыв сундук вы лутаете серые итемы на 2000 голды ценой продажи суммарно. Это типа круто. Мы лутаем голдишку. Но аниме где? Непонятно. Окей. Далее пункт. Шестой. Который пожалуй будет актуален только для 0.5% игроков. Для 1% игроков. Повышение ценности зала славы. Решение. Введение уникального маунта для гильдии при попадании в зал славы. Зал славы это топ 100 орда. Топ 100 альянс. Звание это очень малая награда. Ну серьезно. Типа можно придумать что-то масштабное для таких гильдий. Почему они должны лутать только звания? На текущий момент. Вот я и там не особо делаю ачивы. У меня не все звания за зал славы. Но у меня звания около сотни. Новое звание меня как-то порадует? Да как бы нет. Следующий пункт. У меня извините за мат. Я обычно в видосах не матерюсь. Ебучая рио. Ну у меня слов других нет. Типа система максимального говна. И то есть люди не могут ей нормально пользоваться. Первый пункт. Это разделить рио по ключевым аффиксам. Решение. Два показателя рейдера. Первый укрепленный. Второй тиранический. Да вы скажете это можно глянуть на сайте. Но люди смотрят всегда абсолютно максимальный. То есть в этом суть. Просто-напросто разделить. И сделать какое-то усредненное значение. Потому что на текущий момент люди не особо любят проходить ключи в тиранике. Они пушат в легкие недели на укрепленном. Ну лутают маунтов, да. Как я например сделал. Набивают там рио. И гордятся этим. То что у меня там 3000 рейдера. А в итоге ну это все сделано на укрепленном. И этот человек на боссах потом откисает. Ну то есть это такое себе. Просто-напросто обычное разделение. Все. Второй пункт. Введение рейтинга неприемлемых действий. Решение. Отдельная статистика с количеством ливов. Ливы это покидание из группы. Считается для того игрока, который самый первый ливнул из ключа. Чистые случаи. Люди у нас ранимые в текущий момент в Warcraft. Не знаю из-за чего. Произошел вайп на трэше где-либо. Человек ливает. Ну то есть просто ничего не... Написав в чат, ничего абсолютно не сказав. Как вариант отдельное решение для этой ситуации. Чтобы люди не ливали. Ну просто кнопка сдаться отдельная. Как вариант в интерфейсе ключа. И то есть ключ берется, релогается и никаких эксцессов не происходит в принципе. То есть это еще продумать нужно. Но я думаю, если как-то реализовать эту систему, то люди будут довольны. Третий пункт. Это фильтрация групп. На текущий момент все очень плохо в заранее собранных группах происходит. И решение, которое я предлагаю. Блокировка учетных записей за использование слов. No Russians, No Europeans и VTS. С указанием какого-либо сайта. В заранее собранных группах. Ну извините меня, нацизм на твиче банится. Нацизм где-либо банится. Его искореняют. Это правильно. В Warcraft нет. Ну нужно такие учетки, я считаю, блокировать. VTS это want to sell. Хочу продать. Люди просто боерят открыто. То есть на текущий момент, давайте мы зайдем даже в Warcraft. Я сейчас окно переключу в ABS. И мы увидим, сколько людей просто-напросто продают ключи. Так, открываем подземелья и рейды. Открываем заранее собранные группы. Подземелья. Просто пишем VTS. Это что такое? Ну, само собой, мы просто делаем вот так вот. Вот так вот. Они сайт даже указывают. Смотрите. А, ну я их уже зарепортил. Эти не указывают. Эти боятся. А нет, вот он есть в описании. Ну тут дискорд какой-то. Ну типа это ненормально. Я захожу найти ключ. А мне выплывают VTS группы. Я сейчас введу еще вот так. И еще что-нибудь найду. Конечно. Вот уже новая группа. Вот он сайт указан. Ну типа прикольно? Ну нет, не прикольно. Окей. Идем дальше к следующему пункту. PvP. В PvP я не особо играю, поэтому пунктов, ну не особо много. В принципе. Первый пункт, который хочется предложить. Это удаление легендарок и ковенантов. Либо ослабление легендарок и ковенантов. Решение выключить легендарные эффекты и способности ковенантов. Ну или ослабить их в рейтинговом PvP. Например, как выключается героизм, химия и еда. Я считаю это реализуемо. Это будет нормально. Да, вы скажете, что это убивает выбор ковенанта для PvP. Но то, что творят совы, хоть их и понерфили, это просто какая-то жуть. Второй пункт. Танки в PvP. Занерфить исходящий от хилу паладинов в ветке защиты еще на 20-40%. Да, их немножко понерфили. Но этого мало. То есть нерв должен быть еще один. Именно исходящий. То есть себя они пусть захиливают, это типа нормально. А исходящий в кого-либо, ну как-то должен быть, мне кажется, еще занерфлен. На танков протпалов очень много фейта льется. Третий пункт. Ну это чисто так для меня, для некоторых людей, которые, например, очень много играют в PvP. И у них просто в сумках лежит седло ярости в большом количестве. У кого-то одно лежит, у кого-то 21, у кого-то 41. Седло ярости просто так валяется. Реализация предмета седло ярости. Решение. Продажа вендору седло ярости за примерно 40 тысяч голды при наличии всех маунтов за PvP. Седло ярости это итем, который мы получаем при, собственно, наполнении полосочки. Сейчас игру переключу, покажу. Открываем PvP, смотрим. Сезонная награда. То есть на текущий момент, в первом сезоне Shadowlands, мы отбиваем паучка. Отбив его, мы лутаем седло ярости. В Штормграде, ну или в Аргримаре, вы можете купить маунтов. Там 10, по-моему, маунтов имеется. И то есть купив всех 10 маунтов, далее вы просто реализуете седло путем продажи его вендору. Ну типа, а смысл сумку захламлять, смысл выкидывать эти седла. Берете просто, голдфармите чуть-чуть хотя бы на этом. То есть, по-моему, за 3 на 3 вы получаете там 1 или 1,5% для седла. Да, за РБГ что-то, по-моему, 3 или 4, за двойку полпроцента. Ну и то есть посчитайте, да, сколько вам нужно отыграть. В принципе, я считаю, ну это неплохо. То есть пока вы там фармите рейтинг, пока вы играете аренки, там помогаете, может, кому-то. Вы еще и седло отбиваете, которое продаете вендору. Как-то так. В общем-то, все пункты рассказаны, все главы рассказаны. На текущий момент, я думаю, с многими пунктами будете согласны. Может, с какими-то вы не согласны. Это как бы нормально, у каждого человека свое мнение. Если вы с чем-то не согласны или наоборот согласны и хотите, чтобы это, ну, реально как-то воплотилось, дайте знать об этом в комментариях. Хочу увидеть от вас какой-то полный ответ насчет этого. Ну и нужно как-то видосик-то выдвигать. Быть может, он правда дойдет до дела разработчиков. И быть может, что-то поменяется в этой замечательной игре. То есть, там, ПВП-вещицы, например, будут менее актуальны для ПВЕ. Потому что, сейчас вы на кого не посмотрите, все бегают с ПВП-вещами, высокого этом левела. А потому что с рейда вещи не падают. Мы убили Визгунью в мифике, нам выпало три плаща. Это что, нормальный лут, что ли? Так как бы нет, у всех есть плащи абсолютно. Плащи имеются в виде боешек на текущий момент в замке Нафрия. Они имеют другие статы, конечно, эти плащи, но все же. То есть, какой смысл плащей с босса? Мы дропнули три плаща, они все там ушли на оффспект кому-то и все. Для ПВП там, может, я не знаю, потому что верса ценится. В общем, как-то так. Меня реально прорвало со всего этого относительно недавно. И вот такие мысли были накиданы. Считаю, мысли довольно-таки адекватные, спокойные были в целом. Надеюсь, вам понравилось. Посмотреть, послушать этот видос. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте писать комментарии. До скорого!